Это итоги недели. В студии Дмитрия Овчаренко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Минимальная зарплата, доступное жилье и вкусный эксперимент. Беларусь активно формирует стаб-фонды на зимний период. Что будут исследовать ученые? Непередаваемое ощущение. Учащийся 3-й гимназии вручил подарок Александру Лукашенко. Я рад очень сильно. О чем говорили президент и пятиклассник? Заветная кнопка. В городе прошла церемония пуска природного газа по новым трубам. Было построено перемычка дреной, 27 километров. Как это повлияет на потребителя? Вырастить сына и посадить яблоню. Бобруск присоединился к экологической акции. Через пару лет я буду идти со своей семьей и буду говорить своим детям, что эти деревья садил я. Кто внес свою лепту? Педаль в пол. В Беларуси отмечает День автомобилиста. Первый свой рейс сделал у папы на колейных ногах с 51. Водитель профессия или призвание? Нескончаемые бездомные. Безжалостные ветра и тюнинг смартфонов. Эпл планирует добавить в свои айфоны искусственный интеллект. Что сможет серия? Европейская кооперация. Президент встретился с министром иностранных дел Венгрии. Глава государства обсудил с зарубежным представителем актуальные темы. Одна из них – Европейский Союз. Александр Лукашенко отметил, несмотря на все введенные санкции, республика заинтересована в сохранении Евросоюза. Также на обсуждение были вынесены вопросы торгово-экономических и гуманитарных отношений. При желании Венгрии развиваться в Беларуси, ей будут созданы самые выгодные условия для работы. Почему-то в Евросоюзе считают, что мы являемся противниками Европейского Союза, Беларусь. Знаете, мы люди незлопамятные. И несмотря на нынешнюю турбулентность в Евросоюзе и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, вы должны знать, что президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского Союза. Не потому, что я очень люблю Европейский Союз, а потому, что Европейский Союз вместе с США, Китаем, ну, может быть, Россия и Индия в какой-то степени являются сильными опорами нашего существования, нашей планеты. И если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех. Поэтому, как европейское государство, а центр географический в нашем Полоцке, на севере Беларуси, мы абсолютно за то, чтобы Европейский Союз существовал. Но в чем наши, наверное, совпадают позиции, мы очень хотим, чтобы Европейский Союз был мощным, крепким, суверенным и независимым объединением. Мы на это нацелены, и вы это должны знать. При всех нюансах в отношениях и даже той политике, которую сегодня Союз проводит в отношении Беларуси, мы сторонники Союза. Также президент встретился с губернатором Вологодской области. Она занимает 13-е место в рейтинге российских регионов по товарообороту. Беларусь заинтересована в сотрудничестве в сферах поставок техники и оборудования, образования агропромышленного комплекса. Не расстану с комсомолом. Сегодня одна из самых влиятельных молодежных организаций 20 века празднует свой юбилей – 105-летие. В принципе, и идеалы в ЛКСМ взрастили миллионы активных юношей и девушек. Из поколения в поколение он передает безграничную любовь к родине, чувство товарищества и братства. О связи между прошлым, настоящим и будущим Юлия Вернер. Уважаемый Александр Григорьевич, еще раз хотим выразить искренние слова благодарности за представленную возможность встретиться с вами и посетить Дворец Независимости. Еще недавно был октябренком. Сейчас с гордостью ношу пионерский галстук. И с нетерпением жду того момента, когда стану активистом БРСМ. Позвольте вручить вам наш памятный подарок – коллекцию значков и наград, которые отражат преемственность наших организаций. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Воложить аллея поколений в честь десятилетия Дворца независимости и 105-летия Комсомола. Ну, где все приглашаются, давай за ночь. Спасибо. Юный активист Артемий Матлах радостно признается. С самого детства предполагал, что встретится с президентом. Личное знакомство с главой государства вызвало много положительных эмоций. Страха и волнения не было, лишь восторг и энтузиазм. Масштабы Дворца независимости поразили детское воображение. Больше всего мальчику запомнился разговор о дальнейшем развитии нашей страны. Я рад очень сильно, что посетил Дворец независимости. Я к этому долго шел, старался. В общем-то, моя мечта же былась. Президент наш добрый, он любит детей, уважает. Пример для подражания. Пионер высоко тянет руку для правильного ответа. Из-под пиджака выбивается красный-зеленый галстук. Артемий Матлах не только прилежный ученик, но и принимает активное участие в жизни гимназии и города. Мальчик увлекается робототехникой, посещает множество факультативов. Состоит в БРПО. Также он лидер объединения младших школьников «Октябрята» и капитан команды интеллектуально-развлекательной игры. Я очень хорошо поддерживаю отношения с этими одноклассниками. В общем, очень хороший ребенок. Мы очень рады, что учится именно в нашем классе и в нашей гимназии. Полезные привычки с самого детства. Артемий Матлах показывает отличные результаты как в учебе, так и в спорте. Мальчик занимается кикбоксингом и тэквондо уже 6 лет. За это время успел побывать не только на целом ряде поединков, но и стать обладателем черного пояса. Также в прошлом учебном году маленький чемпион одержал победу в областном этапе республиканских спортивных соревнований по легкой атлетике. Мне нравится активный вид спорта. Для пионера очень важно быть сильным, здоровым. Занимается уже на протяжении 5 лет довольно-таки хорошо, успешно, показывает хорошие результаты. Будущее нашего спорта – кикбоксинга Бобруйска. Молодость и энергия. Белорусская республиканская пионерская организация – одно из самых массовых объединений республики. На сегодняшний день она насчитывает более 600 тысяч ребят. В Бобруйске их свыше 15. Самые активные и креативные инициируют и реализуют проекты, конкурсы и мероприятия. Они же награждаются путевками в зубрёнок и значками отличия. Самый яркий, которым мы, конечно, гордимся – это мультифанциональная площадка для занятия экстремальными видами спорта на все 100, которые ребята придумали, также защитили и, собственно говоря, с помощью взрослых реализовали в жизнь. Преемственность поколений. В преддверии 105-летия в ЛКСМ в Бобруйском торгово-экономическом колледже молодёжь встретилась с представителем общественного объединения ветеранов комсомола. В тёплой дружеской обстановке за чашкой чая участники БРСМ смогли задать все интересующие вопросы и обменяться опытом. Позже прошла онлайн-конференция с Центральным комитетом, где также присутствовали те, кто стоял у истоков организации. Такие встречи очень важны для того, чтобы нынешние преемники комсомольского движения, наши активисты, наши члены БРСМ ощутили значимость своего членства. Я поздравляю от имени общественного объединения ветеранов комсомола, всех комсомольцев, всех ветеранов комсомола с этим красивым юбилеем. Здоровья, юности, комсомольской энергии, всем хорошего. Октябрёнок, пионер, представитель БРСМ звучит достойно. Каждый сам для себя определяет значение этих слов. Объединяет их одно – стремление к высоким целям, помощь людям и безграничная любовь к родине. Активная и деятельная молодёжь Беларуси полностью соответствует всем этим критериям. А значит, ветераны комсомола по праву могут гордиться своими преемниками. Поддержка бюджетников, качество урожая и школа мужества. В Беларуси стартовал осенний призыв. Сколько новобранцев присягнут на верность родине? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. С 1 января в стране планируют увеличить минимальную зарплату на 13%. Сумма – 626 рублей. С начала 2023-го прибавку получили работники сферы образования, здравоохранения, спорта, социального обслуживания и культуры. Также постепенно реализуется поддержка бюджетников и низкооплачиваемых трудящихся. Беларусь заняла третье место среди стран Европы по низким ценам на электроэнергию. Такие показатели смогла обеспечить БелАЭС. Благодаря станции республика полностью отказалась от импорта ресурса. С момента включения первого энергоблока выработано без малого 20 миллиардов киловатт-часов. Выбросы парниковых газов уменьшились на более чем 9 миллионов тонн. В Беларуси на строительные работы за 2023 выделено почти 12 миллиардов. В сопоставлении цен этот показатель более 106% к прошлому году. Инвестиции активированы в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, в соцсфере и инфраструктурных проектах. За этот же год, напомним, в стране построено чуть больше 2,5 миллионов квадратных метров жилья. В стране стартовал осенний призыв. Всего на укомплектование вооруженных сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тысяч человек. Кроме того, для прохождения службы в резерве порядка 200. После принесения присяги новое пополнение ждет насыщенная учебная программа. Беларусь активно формирует стоп-фонды на зимний период. Пополняются и селекционные хранилища. В межсезонье планируется изучить около 500 образцов яблок и 400 груш. Ученые будут исследовать продолжительность хранения, качество урожая, окрас и размер. Такие испытания продолжатся до конца весны 2024-го. Максимальная надежность и комфорт потребителей в Бобруйске пустили газ по новой магистрали. Проект разработан в рамках отраслевой программы по модернизации производств. Доведение газопроводов в эксплуатацию 200 промышленных предприятий и 81 тысяча домов подпитывались природным газом от одного источника – распределительной станции Бобруйск. Потребление, соответственно, было высоким. Теперь же заводы смогут работать в режиме нон-стоп и не отвлекаться на проведение плановых работ со стороны газовых служб. Само строительство заняло без малого два года. С реализацией этого проекта была построена перемычка Дриной 27 километров, которая позволяет от газораспределительной станции Яси Осиповичского района также запитать потребителей города Бобруйска. Конечно, такие объекты оказывают колоссальное влияние на надежность газоснабжения. В следующем году в Бобруйске планируется реализовать еще один проект – строительство газопровода высокого давления. Это позволит обеспечить устойчивое газоснабжение в районе Березины и частного сектора возле санатория Ленина. Стратегический визит. В Могилеве прошел международный кооперационный форум по импортозамещению. В его рамках делегация из Новосибирской области посетила город на Березине. Гости из страны-соседки познакомились с производством техники Бобруйск-Агромаша и завода тракторных деталей и агрегатов. Попробовали также сефир и рапсовое масло. Подробности у Елизаветы Липеевой. Руководство города встречает гостей из Новосибирской области. Первым делом делегация отправляется на Бобруйск-Агромаш для знакомства с производственными мощностями и модельным рядом выпускаемой техники. Демонстрация потенциала предприятия, обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества – ключ к экономическому успеху. Новосибирская область имеет соглашение с Могилевской. И в том числе будем готовить новый план с конкретным мероприятием на ближайшие 3-4 года. Поэтому с этой целью мы и прибыли. Ассортимент Бобруйска-Громаша постоянно растет. Почти полвека холдинг работает на рынке сельхозтехники. Пресс-подборщики, селки, почвообрабатывающие оборудование, тракторные прицепы помогают аграриям в более чем 50 странах мира. Компания – пример качественной работы и настоящая белорусская марка, которая уверенно себя чувствует на международной арене. Работаем, конечно же, с рынками ближнего и дальнего зарубежья. Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, африканские страны. Конечно же, мы поддерживаем отношения с нашими братьями-россиянами. И всегда готовы сотрудничать во всех направлениях. Дальше по списку – Бобруйский завод «ТДА». Здесь производят востребованную тракторную коммунальную технику, дисковые колеса, прицепы и навесное оборудование. Продукция пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Основной партнер, конечно же, Россия. В формировании собственного дохода бюджета города предприятие вносит весомый вклад – порядка трех миллионов рублей. Делегации впечатлены тем объемом производимой продукции, которая у нас делается в городе Бобруйске. Конечно, для нас важно, чтобы наладить деловые связи с этим российским регионом. На заводе растительных масел старейшим в отрасли делегация не только знакомится с технологией производства, но и участвует в дегустации. Здесь осуществляется полный цикл переработки продукта. Оборудование самое современное. Предприятие обеспечивает вкусным золотистым всю страну и пользуется спросом за рубежом. Наше масло отличается стабильно высоким качеством, содержит богатый набор полезных веществ, в том числе рапсовое масло, богато омега-3 жирными кислотами. На десерт – знакомство с красным пищевиком. Зефир, мармелад, мед, халва, пастила, желейные конфеты. Производственные мощности позволяют делать более 20 тысяч тонн кондитерских изделий в год. К слову, предприятия для презентации потенциала города выбраны не случайно. Это одни из лидеров по результатам социально-экономического развития города за 9 месяцев. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин. Итоги недели. Кадровая безопасность. В Бобруйске прошел выездной семинар-практикум. На базе райисполкома собрались порядка 60 участников. Среди гостей и помощник президента, инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк. Такие встречи уже стали традицией. Тема – формирование действенного резерва кадров и работа с ними. В программе также дискуссионная площадка, практические кейсы и обмен мнениями. Вот такой симбиоз практики и теории, где работу кадров, кадровых служб в целом можно ощутить и потрогать, и поделиться опытом. Находят точки соприкосновения, находят проблематику, которую они обсуждают. И в конечном итоге, что позволяет принимать правильные управленческие решения. От трудовых традиций до современных технологий участники семинара познакомились с тематической выставкой. В городе и районе успешно реализуется государственная политика, направленная на качественный подбор, расстановку и эффективное использование кадров. Менять мир своими руками. В Беларуси прошел единый день озеленения. К экологической акции подключилась вся страна. В стране, конечно же, не остался и Бобруйск. О легких планеты в нашем следующем материале. Делегацию из города Побратима Рыбинска принимает 35-я школа имени почетного гражданина Бобруйска, дважды Героя Советского Союза Павла Батова. Для гостей проводят экскурсию в музее, библиотеке, знакомят с учебными кабинетами, столовой и спорткомплексом, где разворачивается дружеская игра волейбол. Рыбинск, родина Павла Батова. И у гостей из страны соседки благородная цель визита. В подарок учебному заведению огромное количество личных вещей генерала. От почетных грамот и открыток до кирпича той самой школы, где учился будущий герой Советского Союза. Хочу выразить слова благодарности нашим гостям за те подарки, которые они презентовали нашему учреждению образования. Это событие очень знаковое для нас в год мира и созиданий. Ведь город Бобруйск и город Рыбинск давно объединяют побратимские отношения. Корнями в историю очередным шагом к укреплению нерушимой связи становится заложение парка «Дружба народов». На территории школы теперь возвышаются березы, липа и дуб, которые буквально на днях были выкопаны в деревне, где в XIX веке родился Павел Батов. Мы решили сейчас осенью, не дожидаясь зимы, привезти несколько деревьев с родины Павла Ивановича. Приехав сюда, мы встретили здесь, во-первых, радушный прием. И, безусловно, мы знали это, но еще раз удостоверились в том, что Павла Ивановича здесь сейчас помнят. Мы очень рады, что мы вместе встретились с представителями города Рыбинска. Надеемся, что парк этот будет расширяться, школа будет улучшаться. И чудный город Бобруйск, как и вся наша чудная страна, будет все лучше, лучше и лучше. 28 октября в каждом уголке Синеокой проходит Единый день озеленения. К акции «Мирный и созидательный труд во благо чистой и зеленой страны» присоединяется и Бобруйск. Несмотря на непогоду, администрация города, представители общественных организаций, активисты вносят общий вклад в облагораживание молодежного парка. У природы нет плохой погоды. И действительно, эта акция проходит у нас в городе и проходит во всех микрорайонах города. Отрадно, что мы принимаем в этом участие и делаем благородное дело по посадке деревьев. К экологической компании присоединяются и городские предприятия. Сотрудники Белшины на улице Днепровской флотилии высаживают 80 деревьев породы граб из семейства березовых. Нашему коллективу было предложено поучаствовать в акции «Единый день озеленения». Мы с удовольствием приняли это предложение. Наш город в последнее время очень преобразился, поэтому мы тоже хотим добавить красок в наш чудесный добрый город. В одном едином порыве работники ООО Белшина посадили массу деревьев. Надеемся, что они все весной уже порадуют нас своими листвой, свежестью. Здесь же трудится и Бобруйский громаж. Коллективы не в первый раз принимают участие в озеленении города, поэтому аллея деревьев вырастает, как грибы после дождя. Всего в молодом районе благодаря инициативе теперь стоит и не шелохнется 120 многолетних растений. Это будут места отдыха молодых людей с детьми, и все это будет благоприятно сказываться на инфраструктуре нашего города. Для меня это очень важно принять участие в данной акции. Здорово осознавать, что через пару лет я буду идти со своей семьей и буду говорить своим детям, что эти деревья садил я. На пересечении Ульяновска и Гагарина вовсю трудятся коллективы Бобруйских тепловых сетей производственного управления ТЭЦ-2. Благодаря слаженной работе возле Сретенского храма гордо возвышаются 30 клёнов. Геологически очень правильный проект. Я считаю, что это и красота в конце концов. Нужно озеленять наш город. Мы его очень любим и хотим, чтобы он был краще и лучше. 40 саженцев ивы вдоль дороги на Крылово уже через несколько лет станут прекрасным продолжением ветвистой аллеи, которая берет свое начало на Георгиевском проспекте. Свой след здесь оставляют работники Коверпро, Беларусь, Резинотехника и ТАИМ. Первый раз посадил дерево. Я очень рад, что поучаствовал в такой акции. С каждым годом мы видим, как Бобруйск становится все краше и краше. И мы рады внести эту маленькую лепту в развитие нашего района и нашего города. Участие в акции – значимый вклад во внешний облик, в экологическую безопасность и в будущее своей страны. Эко-направление не просто пыль в глаза. Это тренд, который с удовольствием продвигает и поддерживает как молодежь, так и старшее поколение. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин. Итоги недели. Время деньги. До дедлайна уплаты транспортного налога за 2022 остается меньше месяца. Крайний срок – 15 ноября. Ставка осталась прежней, зависит от разрешенной массы авто. Льготы доступны ветеранам, пенсионерам и инвалидам. Многодетные имеют право оплатить только 50%. Главное – предъявить действующее водительское удостоверение. Сбор не коснется владельцев электромобилей, а также транспорта, выпущенного до 1992-го. За каждый день просрочки исчисляются пени. В отношении граждан, допустивших задолженность, налоговой инспекцией будет выписано соответствующее решение, которое будет направлено в органы принудительного исполнения для принудительного взыскания. С 2025-го в стране планируют ввести единый имущественный платеж – налог на транспорт, недвижимость и землю. Ставка на прибыль вырастет на четверть при получении доходов свыше 25 миллионов рублей. Также увеличится сумма платежа для обладателей автокласса «Люкс» с года выпуска, которых прошло не более трех лет. Тысячи километров, сотни путей и десятки изношенных шин. В Беларуси отмечают День автомобилиста. В стране 87 тысяч километров дорог. Плотность – одна из самых высоких в СНГ. А личная машина есть у каждого третьего белоруса. Никита Александров о разнице между профессией и призванием. Ветер за кабиной уносится с пылью. Слева поворот, а сторонний шофер... От горизонта до горизонта. В семье Владимира Букаса все мужчины водили авто. Дед, отец, дядя были профи в этом деле. Каждый откатал под сотни тысяч километров. Тогда еще ребенком он смотрел на предков широко открытыми глазами и мечтал когда-то стать похожим на них. Папа работал сразу на ГАЗ-51, потом ГАЗ-52, потом ЗИЛ, потом КАМАЗ. Дед, да, почти всю жизнь работал. Еще на газогенераторных машинах работал в Бобруйске. Когда в Бобруйске был один светофор. Водитель по ДНК. Мужчина просто не мог выбрать другую профессию. Все детство он провел с отцом в командировках. Я первый свой рейс сделал у папы на коленях на ГАЗ-51. Когда маленький Вова подрос, первым делом пошел сдавать на права. В армию пошел, получил водительские права и все. Вот с 83-го года я пошел в армию. И у меня были уже водительские права. На ЗИЛу и на КАМАЗе работал, была такая организация по ДРСУ. Там я работал водителем битумовоза. Наверное, лет 7. Потом на КАМАЗе работал на самосвале 17 лет. Ну и сейчас вот, а у этого, ну сейчас на Бабушкиной крынке. Сейчас за плечами маститого шофера 40-летний стаж. В послужном списке ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ. Если надо, может и починить машину, и совет молодым дать. Свою жизнь Владимир Букас без дороги уже не представляет. За рулем мужчина и на работе, и после. Без преувеличения, можно сказать, история транспорта началась с изобретения колеса. Но менялись времена, ускорялся ритм жизни. И сейчас нам уже никак не обойтись без авто. Он играет в повседневной жизни все большую роль. Ажиотаж в автошколах понятен и оправдан. Каждый хочет стать мобильным и независим от других людей и обстоятельств. Самое сложное в профессии инструктора, как и в принципе при работе с людьми, найти индивидуальный подход к каждому человеку. Из-за опыта получается, что более подходишь, лучший подход к каждому ученику. Зависит от возраста учащегося. Чем моложе, тем проще обучать человека. Чем более старше, естественно, тем тяжелее воспринимается информация. Обучать дело непростое, а учиться еще сложнее. В учебной программе почти 3000 вопросов, около 130 дорожных знаков и еще много правил. Порядки движения на дорогах, приоритеты, сигналы светофоров, разметки и многое другое. Все это обязан знать каждый водитель. Учеба идет классно, все хорошо, мне все нравится, сложности только идут в зачетах. Запомнить очень много, потому что вопросов идет, так оно на самом деле очень тяжело запоминать вопросы. Но если учить все... Эти люди есть везде. Автобус, маршрутка, такси, скорая, милиция, доставка, почта. Порой от водителя зависит жизнь, судьба и свежее молоко. А дорога серою лентой убьется, салит отожжем смотровое стекло. Никита Александров, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин. Итоги недели. Циклон без жалости, пальба в Штатах и обнадеживающее пособие. В Азии решается вопрос низкой рождаемости, где за ребенка платят 2500 долларов. Далее громкие заголовки мировых новостей. В Великобритании на 7% выросло число бездомных. Показатель самый высокий за всю историю королевства. Власти не могут справиться с этой проблемой. Причина печального рекорда в экономических трудностях. Размер дефицита в бюджете Лондона 550 миллионов евро. Однако на решение жилищного кризиса страна готова выделить еще 2 миллиарда. На Бангладеш напал циклон Хамун. Эвакуировано полтора миллиона жителей. Правительство приняло все необходимые меры безопасности. Открыто убежище, а в прибрежных районах дежурят медбригады. Приостановленные работы всех типов судов рыбакам запретили выходить в море. В американском штате Мэн произошла массовая стрельба на улице. Погибли 22 человека, еще 30 получили ранения. Подозреваемый Роберт Кард открыл огонь в ресторане и боулинге. 40-летний мужчина работал инструктором по обращению с огнестрельным оружием. У стрелка, как сообщается, проблемы с психическим здоровьем. Полиция ведет поиски. 2,5 тысячи долларов готовы заплатить власти Гонконга за рождение малыша. Однако предложенная сумма едва покрывает аренду за квартиру. С середины 70-х Китай, напомним, проводил политику «одна семья, один ребенок». Из-за стремительного старения населения в 2016-м жителям разрешили иметь двух детей. Однако рождаемость продолжила снижаться. Сейчас наблюдается рекордный демографический спад. Компания Apple собирается апгрейдить айфоны, а именно оснастить искусственным интеллектом. Он будет работать в тандеме с голосовым помощником Siri. Новый ассистент планирует обрабатывать сложные запросы и предугадывать. А Apple Music сможет автоматически генерировать плейлисты, ориентируясь на музыкальный вкус пользователя. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобрус-360» и я, Дмитрий Овчаренко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»